На самом деле, меньше всего я, о чем и думал, это стать актером, потому что совсем не собирался. Певцом, да, но думал, что буду петь року-музыку, заниматься. В общем, это были молодежные мечты, которые под собой не имели какой-то очень серьезной цели, сформированной какими-то там культурными наслоениями или правильно сориентированными родителями. Поэтому ничего такого не было. Кроме того, что просто жизнь состояла из определенных вещей, которые давали какое-то свое восприятие этой жизни. И мама, она у меня преподаватель, она устраивала наш досуг так, чтобы мы слушали музыку, как-то сами могли играть на музыкальном инструменте, потому что мне с первого класса отдали на скрипку. В общем, следила за нашим каким-то, в общем, культурным уровнем. И это было достаточно, скажем так, целенаправленно, последовательно. И в этом смысле, конечно, здорово. Но отец погиб рано, поэтому двое детей, потому что у меня еще младший брат на год есть, там еще и бабушка. В общем, жили трудно, жили в Хабаровске. И поэтому где-то вот как раз в первый класс я еще пошел в музыкальную школу, а во втором классе мы уже переехали на Украину. Вот потом стал жить в Украине, маленький город. Но, слава богу, просто в советское время, ну, вот это было всегда жестко, такая жесткая установка. У любого маленького города все равно должен был быть ДК культуры, должны были быть кружки, должны были быть какие-то... Вот, ну, и слава богу, музыкальная школа там имелась, и я благополучно закончил семилетнюю школу по скрипке. Вот это каким-то тоже образом повлияло. Вот, но не прямым. Потому что потом я еще там доучился до 10 класса, потом решил поступать на переводческие в Харьковский государственный университет. Вот, так что я никаким образом не думал, что я буду или актером, или еще там кем-то. Вот, поэтому не знаю. Моя история, если кого-то вдохновит, что ты можешь не задумываться об этом вообще. То есть об этой профессии я не задумывался принципиально. Принципиально. Если в 18 лет или в 20 мне можно было бы спросить, кем ты будешь, я бы не ответил, что я буду актером. Я не знал вообще, кем я буду и на что ориентироваться в маленьком городе. Мама хотела что-то стандартное, на самом деле, а у нее со мной не было сформировано. Чем я должен заниматься, чтобы это было именно мое, и чтобы не было мне мучительно больно. Вот, за бесцельно прожитые годы. Поэтому она думала, что я просто должен закончить высшее образование. Все. Для нее это было вот как панацея от всех бед. Вот. Но высшее образование, то есть это 86-й год в конце концов получился. То есть в 80-м я закончил школу, потом 81-й год я еще проучился в университете, потому что в армии, 81-83 призыв. Вот. Потом вернулся, восстановился в университете, стал работать на заводе. Потом мне это все надоело, я развернулся, уехал в Ленинград, поступил для себя удивительно. С первого раза в театральный институт. Все. И в 90-м году я закончил. Вот. То есть мне уже тогда было 27 лет. Так что это длинный путь. Потом я еще стал работать в театре, это были 90-е годы. Карточная система, разруха, переворот с головы на ноги, с ног на голову. Вот. Это все. И поэтому там уже не до каких-то культурных высот было. Там бегали бандиты, стреляли друг в друга, решали какие-то коммерческие вопросы, кто кого натянет побыстрее. Вот. Уходили активы, ими обладевали определенные люди, рушились предприятия, разбивались. Ну, в общем, все происходило удивительным образом. Вот. Но, однако, все равно все выживали каким-то образом. Просто мы не знаем, в какой стране мы оказались в результате. Ну, кто-то выжил, а кто-то обогатился. Вот. Поэтому было очень трудно, на самом деле, именно для всей этой актерской истории. Вот. Поэтому, ну, как в результате все получилось. У вас учитель по вокалу был Эдуард Хильм. Да, Эдуард Хильм, да-да-да. Ну, видите, он недавно умер, поэтому, конечно, хочется лишний раз, если я о нем вспомнить, и сказать, что был замечательный, умный, интеллигентный, толковый, добрый, очень добрый человек, ленинградский человек, который был знаком с другими замечательными людьми. Это композиторы и певцы. И педагогом он как? Он просто меня познакомил с хорошим материалом, с хорошим репертуаром. Вот. Мы весь этот репертуар с ним пропевали. То есть это и Мусоргский, это и Шаляпин, это и Гаврилин, это и Андрей Павлович Петров, это и русские народные песни и романсы. В общем, все, что было интересным и содержало в себе культуру в таком коротком песенном жанре. Вот. Все это он мне преподавал. И, в общем, очень радовался тому, что у нас какое-то появилось взаимопонимание. Я думаю, что это и его влияние в том числе. То есть ничего не бывает просто так. Вот. Конечно, и его, и мамино влияние. И то, что я действительно, ну, скажем так, всю свою молодость прошел все-таки в советской стране. Вот. А там было очень много образцов очень хорошей музыки, очень хороших фильмов, очень хороших актеров, очень хороших исполнителей. Вот. Которые передавали самое главное. Какое-то вот человеческое содержание. Человеческое. Человека. То есть что такое человек? Вот человек, находящийся на этой земле. Мы же не знаем, кто такие немцы, кто такие, там, датчане, там, или норвежцы. Вот. Но мы зато знаем, что такое русский человек. Вот. И из чего он состоит. И все, что касается культуры, искусства, вот. Либо это будет обслуживать твой ежедневный бытовой уровень. Вот. Там, ксюшка, ксюшка, ксюша, юбочка из плюша. Ну, если вспомнить недавнее прошлое, или то, что сейчас поется. Вот. Все это просто обслуживание моего быта. Я встал, почесался. Куда мне там идти? На базар? Или на работу такую, что там, типа, вот я тут сижу, я охранник. Вот что я буду слушать? Владимирский, Центральный, Ветерский. Ну, в общем, и все. И вот такое вот как бы. Или такое. Вот. Это просто обслуживание твоего бытия. Вот. Которое, ну, оно сейчас вот такое. Или же все-таки ты слышишь, слушаешь песни, которые, вот, я к этим песням причисляю. И песни Акуджавы, и песни Висбора, и песни, там, русские народные, и романсы, и танго, и песни советских лет. Мне тебя сравнить бы надо с песней Соловиною, с тихим утром, майским садом, с тонкой юребесвишнею. Чрему хайдаль мою туманную, самую далекую, самую желанную. А это же можно пропеть и что-то для себя высокое воображает, а можно и пропеть впервые, увидев девушку. Правильно? Ну, там были другие слова, другое какое-то отношение повышало твое собственное чувство. А сейчас чего? Ну, вот, American boy, рядом с тобой, вот, ну, в общем, все это, или ты понижаешь собственное же чувство. А на самом-то деле, пока ты это в словах не выражаешь, еще неизвестно, что ты чувствуешь. Может, ты действительно чувствуешь высоко, но тебе навязывают вот подобную форму. Вот, подружки начинают тебе забивать уши какой-то такой информации абсолютно бытового смысла, которая находится в зоне полезности, нужности, важности, кайфовости, там, это самое, уровня, приличия, еще чего-то. Вот и все. И все твое чувство сразу дробится, дробится, дробится на какие-то все эти самые... И тут сразу подступает вся эта попсовая музыка, попса, вот, которая, а, вот, все, и она очень классно там, все. Вот, ты все, уже тебе все хорошо, ты уже находишься в этом. А не успевай разобраться, потому что у тебя действительно высокое, глубокое чувство. Вот, и поэтому я считаю, что те песни, та музыка, на которой я воспитывался и которую я сейчас пою, вот, она, слава богу, лишена подобного обкарнования, усредненности, утилитарности, прислуживания каким-то маленьким, каким-то маленьким чувствам, которые, собственно, не факт, что они маленькие. Я знаю, что любой человек, который начнет вдруг себя познавать, он обязательно придет и к литературе, и к каким-то, ну, там, новым открытиям, вот, он будет слушать какие-то все-таки глубокие песни, какие-то открывающие в себе постоянно вот этот вот живой звук внутри, чтобы не умереть, не превратиться просто в какую-то функцию биохимическую. Судя по тем, по взрослым сыновьям, я уже могу за них особо не волноваться. Хотелось бы, конечно, чтобы их уровень повышался, вот, уровень познания жизни, познания себя и возможности из этого что-то извлечь и подарить миру. Ну, а дочке ей пока пять лет, вот, пока еще рано говорить. Я верю в то, что существуют определенные способности у каждого человека, у каждого, вообще у каждого. Ну, вот, просто эти способности абсолютно принадлежат ему. Как их развивать, механизм их развития, либо пойдет по очень сложной траектории и где-то его вообще задавят, или по очень быстрой траектории, где его, опять же, обкорнают и превратят в какой-то шпунтик-винтик, вот, или просто в ленивое существо, которое будет лежать и просто потреблять, вот. Или это будет очень долгий путь, через какие-то очень-очень долгие какие-то там моменты, ну, вот, как у меня, допустим, вот. Или же он будет находиться в среде, где он будет видеть подобные образцы, подобные примеры, вот. То есть, через какие механизмы я буду вырабатывать стойкий такой принцип развития собственных способностей. Развитие, развивать их. Развивать и развивать и развивать. Из чего бы они не состояли, чтобы поначалу не казалось. Потому что поначалу мне вообще, я не знал, кто я должен быть. Когда он мне спрашивал, Женя, кем ты хочешь быть, я не знал. Я отвечал, человеком. Человеком за большой буквы, все. Вот. Больше я ничего не знал о себе. Ну, то есть, значит, мне был уготован очень сложный путь. Я шел этим сложным путем. Но есть люди, которые сразу понимают. Вокруг них стоят более взрослые товарищи, которые обладают какой-то, ну, креативной, ну, то есть, энергией создавания. Не важно, это люди могут рубить дома, готовить очень здорово, вкусно, или там, изобретать какие-то свои блюда. Или там еще там что-то живу. Если я нахожусь в этой среде, у меня могут быть совсем другие способности. Но я вижу, с помощью чего делают эти люди. И я перенимаю в них опыт, отношение к себе, к тому, что я хочу делать, к тому, что я хочу создавать. Ну, таких людей должно быть больше. Вот это и все. Поэтому никакого у меня там такого страха или мысли, что переняли они мой талант, или не переняли. Вот. У меня нет. У них, возможно, что-то свое. Главное, чтобы он на меня смотрел и видел, что я делаю, как я это делаю, через что я это прохожу. Вот. Каким образом я это делаю? Это относится ко всему. Спортсмен ли, опять же, там, если боксер, там, уже во втором поколении, то у него гораздо легче будет освоение материала, чем у человека, которого там после 10-го класса нашли и сказали, о, ты ничего такой, давай с тобой поработаем, давай, может, мы есть чемпиона сделаем. Ему будет сложнее. Ему будет очень трудно. Вот. То есть надо всегда смотреть на тех, кто чуть тебя взрослее, ну, с чем-то справляется здорово. И у него учиться, вот и все. А научиться можно вообще своему. Начиналось с пения просто, с пения. Потому что я параллельно играл в театре. Никому это было не нужно. Ну, вот, в телевидении, ну, там, в телевизионные дела меня не звали, потому что особо я сам не лез. Как-то мне все казалось, что, ну, ты или в театре работай, или приходи туда, в кафе Ленфильмы, и сиди с утра до вечера, кури, и всем на глаза попадайся, и задруживайся с помрежами, там, с этими, вдруг о тебе кто-то замолвит, какое-то слово. В общем, это было не для меня. Вот, поэтому я тоже довольно поздно попал во все это. Телевидение, кинематограф, там, и так далее. Ну, вот, а все начиналось, да, так вот, с концертов, с малых залов. С малых, с малых, потом больше, больше, больше. Все. Но сейчас вот так, в целом, я работаю на тысячный зал. Как вы пришли вот именно в кино, то есть, если вы любите петь, да, как вот вы все-таки разделяете, вот, с неохотой идете все-таки сниматься, вот вас пригласили на роли, я подумаю, или все-таки вы говорите, что... Сейчас, да. Вот, буквально последние полгода, да, я так и говорю, я не могу, я отказываюсь, я то-то, то-то, то-то. Ну, потому что это повтор пройденного. А пришел случайно, пригласили на пробы, пришел, пробы прошли нормально, утвердили. Те же люди, которые утвердили меня на это кино, предложили в другое. Вот таким и попал образом охота на Золушку, потом бандитский Петербург, потом улицы разбитых фонарей, морской узел, ну и там пошло-пошло-поехало. Вот, поэтому попал тоже так вот, ну, как все попадают, на самом деле. Не от того, что я сильно уж такой хороший, красивый, там, удивительный, и все ахали и бухали, вот, и меня поэтому, естественно, под белорученьки завели в кино. Нет, нет, такого не было. Начинал с каких-то эпизодов, потом еще, потом больше, ну, там где-то главная роль, потом еще что-то. Еще Черный Ворон вот был, неплохой такой, точнее, неплохой заход. Ну, как многие пишут, да, и говорят, что большую известность именно в проект «Две звезды» сделал вас все-таки популярным. Это вы сами так считаете? Ну, конечно, ну, раз, я считаю это просто по самому факту, в Ютьюбе очень много отзывов. Это был 2008 год, поэтому, скажем, 2009, 2010 и даже 2011, это было просто очень плотное узнавание, вот, где бы я ни был в аэропорту, там, или еще где-то все, вау, две звезды, две звезды, вот. Поэтому, ну, да, ну, что тут греха таить. Да, этот проект принес мне определенный успех и известность. Вы рассчитывали на этот именно успех? Тут все равно все зависит от того, как ты делаешь свою работу. Вот. Если бы я вылетел там вторым или третьим, ну, там, то никто, я думаю, меня бы не вспоминал. Ну, так сказали, что типа, о, помню, помню, ну, здорово. Нет. Конечно, то есть нужно было сделать свою работу на, ну, как скажем, в десятку. Вот. Мы с Дианой Арбениной, я считаю, сделали эту работу на ядь. Ну, поэтому, поэтому это коррекция. Вот. Так что не само участие в проекте главное. Главное, как ты делаешь свою работу. Вот что главное. Я просто человек, который наконец-то вышел на тот уровень, когда он может делать свое дело, это могут оценить как можно больше людей. И это хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова